На брифинге, посвященном реализации государственной молодежной политики, рассказали о перспективах и задачах, которые стоят на 2021 год. Одна из ключевых – это вовлечение молодежи в активную и насыщенную жизнь – спортивную, культурную, волонтерскую. В этом году стартовал республиканский общенациональный проект «Марафон добрых дел». Он призван стимулировать казахстанцев творить добро. Сюрпризы природы в виде обильных осадков подарили идею в Кустанай запустили акцию «Снежный десант». Буквально эту акцию мы запустили на прошлой неделе. Во всех социальных сетях мы разместили информацию о том, что нашими волонтерами будет оказываться помощь именно пожилым людям в очистке снега с придворовых территорий. И наша молодежь на протяжении той недели, этой недели, и в дальнейшем будет эта работа продолжена. По словам Саята Шоймурунова, чтобы работать более точечно по вопросам, которые действительно волнуют молодежь, они регулярно проводят социологические исследования, в ходе которых выяснилось, что молодые кустанайцы мечтают о своем бизнесе. Для этого разработан проект по поддержке стартапов. В результате конкурсного отбора из призового фонда в размере 1 миллиона тенге будут выделены средства на их реализацию. Будут выделяться средства и тем, кто примет участие в продвижении волонтерского движения. По итогам этого проекта и направления мы планируем выделение не менее пяти малых грантов. То есть инициативные люди, которые хотят оказать какую-то помощь, к примеру, убрать то же озеро, реку в летний период времени, могут написать проект, защитить и получить финансирование на реализацию данной инициативы. Продолжится поддержка КВН-движения, планируют провести серию тренингов для молодежи и по актуальному вопросу, такому как интернет-зависимость. 25 разноформатных мероприятий приурочат к 30-летию независимости и 180-летию Ибрая Алтонцарина. В этом году у нас появилось два новых проекта. Это проект, как называется, «Человек труда». То есть мы хотим больше ознакомить нашу молодежь с другими профессиями, то есть техническими профессиями, показать, как работают люди на заводе, популяризировать данное направление, проводить для студентов экскурсии. Планируется и проведение ярмарки вакансий, а также запуск второго проекта «Вместе ради будущего». Он призван помочь молодежи из социально уязвимых категорий решить некоторые проблемы, например, связанные с трудоустройством. На брифинге задавали вопросы о жилищных программах для молодежи. Работает их немало, в их числе и программы с дипломом в село. В этом году управлением разработан региональный проект по льготному кредитованию молодых семей, в рамках которого планируют выдавать жилищные сертификаты до 3 миллионов тенге, которые можно будет использовать в качестве первоначального взноса на жилье. Дата запуска, однако, пока неизвестна. Аспанка Кимжанов, Яна Галла, РТН